Ольга Баринова работает в сфере СММ не первый год и точно знает, как правильно развивать бизнес-площадки в интернете. Основное наше направление – это работа с социальными сетями в бизнесе, то есть мы ведем аккаунты клиентов. Но также у нас есть личная работа с предпринимателями, это развитие личного бренда, какие-то частичные работы по соцсетям, по съемкам. Чтобы нарастить продажи, Ольга ежедневно вручную создает уникальный фото- и видеоконтент и учит других, как это делать правильно. Каждый пост сопровождается продающим текстом, для создания которого не так давно некоторые фирмы стали использовать нейросети. Вместе с Ольгой мы решили проверить, насколько машинное творчество будет соответствовать требованиям СММ-специалиста. Вот я добавила в чат-бот запрос «Напиши пост. Красное платье с открытой спиной на праздник, свадьбу, день рождения. Есть все размеры, цена 2500». И он сгенерировал текст нам, четыре абзаца, все нормально. Он даже понял, что цена всего 2500 рублей, то есть оценил, что это не такое дорогое платье. И в целом этот текст можно спокойно использовать, как будто бы написал человек. Никакого сильного отличия нет, не видно сразу, что это делала машина. Дизайнер Алексей Литвинец, благодаря которому в нашем городе появился величественный портрет маршала Жукова, близко познакомился с нейросетью два месяца назад. То, над чем художнику приходится работать несколько недель, а это разработка эскиза, искусственный интеллект способен сделать за считанные минуты. Сейчас Алексей создает дизайнерский проект для одной из забайкальских школ, а нейросеть ему в этом помогает. Вот весь проект, собственно говоря, и в этом проекте процентов 80 было сгенерировано нейросетью. Конкретно вот этот пейзаж, это нейросеть, экскаватор и бульдозер. Вот этих персонажей мы уже сами редактировали, сами делали. Даже за два месяца нейросети заметно эволюционировали, говорит Алексей. Все реже на генерируемых картинках можно встретить шестипалых или одноглазых людей. А качество изображения может позавидовать даже фотограф. Конечно, поскольку объем работ дизайнера в таких условиях значительно сокращается, есть риск уменьшения стоимости оплаты труда. Но в целом конкуренции со стороны нейросетей молодой человек не чувствует. Нейросеть же не распишет за меня фасад, правильно? Человек, который воспринимает нейросеть как конкуренцию или боится, что он заменит его, просто ему можно сказать, делай больше, делай лучше, все время развивайся, сам освои эту нейросеть и сделай ее своим инструментом. Вот и все. Среди своих подписчиков Алексей даже провел эксперимент и попросил людей написать, что бы они хотели увидеть в исполнении нейросети. Из самых, казалось бы, сумасшедших идей получались настоящие произведения искусства. А объединив все запросы вместе, Алексей получил и вовсе необычное изображение. Теперь народное голосование определит, кто стал автором самого креативного запроса. И Алексей реализует задумку, но уже на холсте.